Сегодня в программе «Всё о собаках». Она пытается забраться в мой карман, где лежит угощение. Пользуется нюхом, чтобы найти то, что ей нравится. Он способен на всё. Джо, ищи, ищи. Пошли. Достаточно умён, чтобы найти запретный плод. Это манго и апельсины. Маркус, ко мне, ко мне. Достаточно вынослив, чтобы проложить путь, невзирая на больные лапы. Его бедро держится только за счёт мышц. Для воли и преданности нет непреодолимых преград. В тот день между мной и Ромео возникла нерушимая связь. Бретон. Всё о собаках. Какая симпатичная мордашка, вне всяких сомнений, милая и невинная. Но эта собака была соучастницей многих мелких преступлений. В прошлом бретоны помогали браконьерам. Ко мне пошли. Они идеально подходят, чтобы увезти добычу с чужой территории. Но сможете ли вы вычислить родословную этого преступника? Он похож на Спаниеля. Нет, слишком утончённый. А может, на величавого Сеттера? Нет, слишком маленький. Бретон помесь Спамиеля и Сеттера. Это факт. Сотни лет по обе стороны Ла-Манша говорили о существовании подобных собак. Согласно легенде, бесхвостый бретон появился в середине 19 века, после того, как английским Сеттерам, приехавшим во Францию поохотиться, очень понравились французские Спаниели. В результате появился Спаниель, который охотился как Сеттер. В 1982 году порода получила официальный статус и название Бретон. Видите? Бретоны были завезены в Америку в 30-х годах 20 века и с тех пор сильно изменились, так как заводчики старались разводить собак с хорошим экстерьером, способных быстро бегать. Французских бретонов разводят для охоты на небольших наделах, поэтому они меньше и приземистей американских. Американские бретоны должны уметь бегать на большие расстояния, так как в Америке больше простора. На 24 гектарах техасской земли, принадлежащей Дэвиду Джоунсу, Бретоны учатся охоте на дичь. Они легко находят птиц, но без тренировки они будут их вспугивать. К примеру, Пинат должна замереть, чтобы не вспугнуть добычу. Собаку, сделавшую стойку, хвалят, несмотря на то, что это манекен. Она делает стойку не перед птицей, а перед манекеном, которого я назвал Джон. Она замирает перед ним. Молодец, Джон. Обучаемая собака должна понять, что мы хвалим собак, которые делают стойку. Это обязательно. Кто-нибудь, кроме Пинат, купится на это? Обучаемая собака при виде манекена должна остановиться и сделать стойку перед ним, в то время как манекен сделал стойку перед птицей. Теперь она снова сделает перед ним стойку. Видите? До встречи, симулянт. Это уже не для новичков. Дэвид работает с собаками разных уровней обученности. Эти девятинедельные щенки ходят в подготовительную группу. Девятилетний Чиф, безупречный выпускник. В конце программы вы увидите, как Сниферс впервые почует птицу. А пока она должна осмотреться и поучиться. А это полет мечты. Птицы летят по домам. Мы ухаживаем за этими птицами, поэтому они всегда возвращаются, летят к клеткам с едой и питьем и живут долго и счастливо. Им никто не причиняет вреда. Нет места лучше дома после тяжелого рабочего дня в офисе. Далее детский сад. Чем раньше начать подготовку, тем лучше. Мы не ждем, что щенки станут охотиться. Просто хотим, чтобы они исследовали окружающий мир, почувствовали его запахи. И это пригодится им в будущем, когда мы начнем тренировки. Им уже будет нравиться находиться на свежем воздухе. Малыши, ко мне! Дэвид учит собак на основе положительных эмоций. Да, умница. Держи. Бритоны очень ласковые собаки. Они настолько чуткие, что если на них начать кричать, они съежатся от страха. Поэтому, когда мы выходим на свежий воздух, мы устраиваем своего рода пикник. Едим, пьем и просто играем. В свое удовольствие. Вот мое представление о детском саде. Видите, она пытается забраться в мой карман. Там есть угощение. Это очень хорошо. Она пользуется нюхом, чтобы найти то, что ей нравится. И так же будет и с дичью. Говорят, что запах птицы чрезвычайно волнует охотничьих собак, поэтому они их ищут. Перерыв окончен, но Сниферс не могла многому научиться у этих щенят. Возможно, ей стоит обратить внимание на выпускника, девятилетнего чифа, который хладнокровно выполняет команды. Он эталон породы, как по экстерьеру, так и по службе. Молодец! Бритоны славятся хорошей работой даже с начинающими охотниками. Ветер, температура и влажность влияют на дальность распространения запаха. Молодец! Заметьте, одна лапа у него приподнята. Это потому, что он уже сделал полшага, когда почуял дичь, поэтому лапа так и осталась в воздухе. Это типично для обученного поинтера, который знает, что обязан замереть, чтобы птица не улетела. Он знает, что я должен вспугнуть птицу и ждет, когда я подойду. Принеси его. Щелчок игрушечного пистолета дает чифу сигнал. Принеси. Принеси его. Но сегодня дичью оказалась болванка, а не птица. К ноге. Болванка доставлена, но не обошлось без боевых ранений. Кто виновник? Иглица. Молодец. В этой части Техаса растет иглица, и она застревает у собак между пальцами. Хорошо, хорошо, молодец. Шкура чифа выдержит пробежку в зарослях шиповника, но в Техасе как куманика, так и бретоны славятся своей закаленностью. За мной, Сниферс. Это урок для юной Сниферс. Молодчина. Хочешь поработать, да? Пошли. Бретонов можно научить передвигаться по любой местности. Лапы вверх. Молодец. Отлично. Замечательно. По холмам. Джо, искать. Искать. И даже по транспортерной ленте. Молодец. Молодец. Возьмем, к примеру, Джо и его новую работу. Молодой, прекрасный пес. Его учат вынюхивать нелегально провезенные бананы и другую продукцию. И это повышает эффективность работы калифорнийского управления по проблемам продовольствия и сельского хозяйства. Эти собаки ищут коробки, в которых находятся овощи и любая другая продукция, в которой могут оказаться насекомые и вредители, способные разрушить наше сельское хозяйство с оборотом в 28 миллиардов долларов. Джо, ты нашел манго. Манго и апельсины. Манго и апельсины. Ты молодец. Да, он это обожает. Чтобы обучение Джо приносило плоды, кинолог Шон Де Яни спрятал в коробке манго и апельсины. Какой молодец. Да, ты молодец. Ищи. Здесь? Где она? Занятие сдельное, но на борьбу с нашествием на Калифорнию средиземноморской плодовой мухи в 1979 году было потрачено 100 миллионов долларов. Отлично. Моя философия обучения заключается в установлении тесной связи с обучаемым. Если пес вас любит, он сделает ради вас что угодно. Молодец. Бретоны любят угождать людям. Что происходит? Джо принадлежит Эйдриану Вудфорку, специалисту по связям с общественностью, кинологической программы Калифорнийского Управления по проблемам продовольствия и сельского хозяйства. Джо отдали учиться. Я знал, что бретоны прекрасно охотятся за дичью, а значит обладают и великолепным нюхом. Ну-ка ищи, ищи, Джо, ищи, вперед. Вперед, вперед. Я поговорил с Шоном и предложил поработать с бретоном, и он сказал, что стоит попробовать использовать их инстинкты в наших целях. Вместо того, чтобы искать птиц, они могут искать продукты питания не хуже. Молодец. Отличная реакция. Молодец. Отличная работа. Молодец. Есть много собак, способных похвастаться тонким нюхом, но после обучения Джо должен стать лицом кинологической программы. Целью обучения такой собаки, как Джо, является формирование соответствующего общественного мнения, которое в конечном итоге приведет к финансированию кинологической программы на постоянной основе. Мы хотим, чтобы правительство утвердилось во мнении, что эти собаки очень важны в общей схеме вещей, и нам необходима эта программа. Чтобы сделать программе рекламу, Джо потребуется проявить выносливость и энтузиазм. Молодец. Джо, молодец. Да. Его приятная наружность тоже не повредит. Джо должен быть особенным, так как ему предстоит общаться с людьми. Джо еще ни разу не встречал человека, который бы ему не понравился. Он любит всех. Джо в воплощении любви. Поцелуй его. Хорошо. Поцелуй его. Возможно, Джо является воплощением любви, но станет ли он хорошим инспектором? Хорошо, Джо, заканчиваем. Посмотрим, что мы обнаружили. Бинго, это манго. Мне кажется, Джо сделает превосходную рекламу не только для кинологической программы, но и для породы бретонов. Будущее бретонов представляется в розовом свете. Я говорил вам, что у него все получится. Я в него верил. Вы были правы. Все получается. Вот плоды труда Джо. Хорошо, малыш. Конец первой части. Все о собаках. Часть вторая. Снег не может остановить бретона, заметившего добычу. Пойдем, Маркус. Хочешь прогуляться? Маркус, хочешь прогуляться? Да. Маркус совсем забывает о больных лапах, когда ему предлагают поиграть в лесу. Молодец. Стой. Прогулка нравится ему больше, чем угощение. Боже мой, грязь повсюду. Маркус, ко мне. Студентка школы ветеринаров Андреа Ли следит за весом Маркуса. Хорошо, отлично. Чтобы уменьшить нагрузку на больные задние лапы. Этот пес обожает прогулки, обожает бегать. Посмотрите на него. Он убежал. Маркус, ко мне. Молодец. Бретона славится выносливостью в полевых условиях, чем любит похвастаться Маркус. Хочешь угощений? Маркус, держи. Боже мой, это тебя не заинтересовало. Похоже, это ему не нужно. Глядя на энергичность этого Бретона, вы никогда бы не подумали, что у него больные кости. Маркус, ко мне. Андреа придерживалась того же мнения, пока не увидела его рентгеновские снимки. Я очень удивилась, когда получила результат, и у него нашли сильную дисплазию тазобедренного сустава, хотя он абсолютно не хромал при этом. Пошли, Маркус, ко мне. Это был сильный удар, и я очень расстроилась, так как, хотя сейчас он не хромает, скорее всего, это случится в будущем. Мне тяжело представить себе, что этот счастливый, активный, прекрасный пес не сможет заниматься тем, что ему действительно нравится, но пока его энергичность помогает укрепить мышцы. Маркус, ко мне, ко мне, чтобы удержать кости, которые плохо стыкуются. Это такой прекрасный пес, что я сделаю все возможное, чтобы он избавился от этого заболевания. Чтобы проверить, работает ли эта стратегия, студентка возвращается в ветеринарную школу вместе со своим любимым пациентом. Андреа, как поживаешь? Здравствуйте. Хорошо, а вы? Отлично. Кто это? Это Маркус. Привет, Маркус. Как ты себя чувствуешь? При дисплазии тазобедренного сустава головка бедренной кости не попадает в вертлюжную впадину, что может привести к серьезному повреждению сустава. Я не знаю, правильно ли я поступаю и что ожидать в будущем. Снимок показывает хирургу Рори Тортхантеру, что у Маркуса артрит. У него появились новые большие костные разрастания. Здесь видны новые и старые, то же самое на другой стороне. У него тяжелая степень дисплазии и остеоартрит. Но хорошо то, что снимки не всегда отражают клинические симптомы, и он не сильно хромает. Поскольку бретоны невелики по размеру и весят максимум 20 килограммов, им легче справляться с больными суставами. Маркусу помогают его размеры и поджарость. Но когда-нибудь ему, возможно, придется умерить свой пыл. Никаких тяжелых нагрузок, за палкой бегать ему нельзя, ловить тарелку тоже так, как нагрузка при разворотах только ухудшит положение дел. Полная замена тазобедренного сустава могла бы помочь этому бретону сохранить подвижность, но операция слишком дорогая. После операции обе части будут совпадать, и он сможет абсолютно нормально двигаться. Успех подобных операций обычно 90-95%. В будущем Андреа придется принять решение. Большое спасибо, пожалуйста. А пока Маркус продолжит свои прогулки. Хороший пёс. Возможно, он и не отличается идеальным здоровьем. Сюда. Но наша студентка считает, что сердце не всегда подчиняется законам науки. Оглядываясь назад, возможно, мне и стоило приобрести щенка у заводчика, который сделал рентген, но это была любовь с первого взгляда. Ты устал? Иди ко мне. Иногда неиссякаемый энтузиазм бретона можно принять за гиперактивность. Добавьте к этому независимый дух, и обучение щенка становится просто необходимым. Следите за поводком. Он должен быть свободным. Больше хвалите собаку. Когда Кейси Энн Кедзиарски взяла нового щенка, она назвала его Ромео. Оказалось, что этого героя-любовника нужно учить послушанию. Я очень хорошо помню, каким тихим и ласковым он был в машине по дороге домой. Но когда я спустила его на землю, он как с цепи сорвался. Ромео был не просто активен. Он начал терроризировать 12-летнего кокер-спаниеля Кейси Энн. Это было кошмарно. Когда на сцене появился мой кот, стало еще хуже. Ромео решил, что кот станет его добычей. Война между собаками чуть не разрушила домашний уют. Он был неконтролируем, безумен. Сюда, сюда. Я плакала, падала в обморок. Это было ужасно. Все были против того, чтобы я его оставила, но я почувствовала, что между нами возникла какая-то необъяснимая связь. Ко мне. Предчувствие не обмануло Кейси. Молодец. По прошествии нескольких месяцев хаоса, Ромео показал себя настоящим героем. Сюда. Тем морозным зимним днем Ромео вел себя, как обычно, неугомонно. Я взяла Ромео на прогулку, на поводке. Молодец. Пошли. И когда мы вышли на бетонную мостовую, прямо передо мной выскочило какое-то мелкое, дикое животное. Мне было некуда деться. Я споткнулась и упала. Ромео! Ромео! Молодец, хороший, милый. Я не могла подняться. Меня пронзила мучительная боль. Было очень холодно. Тогда я решила успокоиться и постараться оценить серьезность травмы. Поэтому я легла, и как только я это сделала, Ромео прыгнул на меня, чтобы согреть своим теплом. Помогите! Молодец. Прошло больше часа, прежде чем пришла помощь. Все время, пока я лежала, он не пошевелился. Он согревал меня своим теплом. С вами все в порядке? Я не знаю моего колена. Я не могу пошевелиться. Я не смогла встать. Сосед Кейси Энн помог ей дойти до дома, и Ромео не отставал от хозяйки ни на шаг. Что я могу сказать? В тот день между мной и Ромео возникла нерушимая связь. Отзывчивое сердце Ромео помогло ему обрести семью. Я не сдаюсь. Это не в моем характере. И трехнедельное пребывание в тренировочном лагере вбило немного ума в твердую голову Ромео. После того, как он вернулся, все наладилось. Мы продолжаем ходить с ним на занятия. Сейчас периодическое повторение идет ему на пользу. Молодец. Лежать. К счастью, в доме наконец воцарился мир. Прогресс сразу стал очевиден. Ромео подружился с Аспаниелем, и я часто нахожу их спящими вместе. Если приложить немного усилий, любой Ромео может превратиться в хорошо воспитанного героя. Бретон может быть великолепным охотником, но плохо переносить одиночество. Если оставить его надолго, он может захотеть учинить разгром. Хорошо. Нельзя сказать, что Маркуса обходят вниманием. Андреа Ли нашла прекрасный способ объединить учебу и уход за собакой. Сегодня Маркус станет нашим подопытным кроликом. Андреа берет Маркуса в школу, когда студентам младших курсов нужен живой пациент, чтобы опробовать свои навыки. Мне тоже не мешает это повторить. Передача Маркуса на изучение приносит пользу не только студентам. Осмотреть подвижного животного всегда полезно, так как это может представлять затруднение. Бретоны любят общество. Молодец. Изучать правила общества людей. Сейчас я проверяю, когда цвет слизистой оболочки снова станет розовым после нажатия. Хорошо. Кажется, Маркус тоже усвоил урок. Какой нежный поцелуй. Я знаю, ты хочешь на улицу. Маркус получает пятерку по анатомии. Когда дело касается гигиены, бретоны не требуют особого ухода. Расчесывания один или два раза в неделю вполне достаточно. Главным украшением бретона является его прекрасная шерсть. Бретоны бывают рыжими с белым, каштановыми с белым и трехцветными. Прекрасный французский бретон. Но никто не совершенен. На что стоит обратить внимание, прежде чем решить приобрести бретона. Четыре очка из четырех за выносливость. Вы устанете гораздо раньше бретона. Это выносливая собака, несмотря на возможную дисплазию, тазобедренного сустава, глоукому и эпилепсию. Три очка за здоровье. Также три очка за чуткость. Бретонцы любят доставлять удовольствие, так же, как и получать его. Четыре очка из четырех за умственные способности. Его ум и врожденный инстинкт проявятся в любой ситуации. Хорошо, пошли, Сниферс. Но сильнее всего он проявляется на охоте. Сегодня мы только попробуем показать ей дичь. Мы понятия не имеем, как она отреагирует, поэтому просто позволим ей найти птицу. Готова? Сниферс уже является любимицей Меган Районольдс. Но ее папа Стив надеется, что щенок станет отличной охотничьей собакой. Пойдем, Меган. Сниферс, вперед. Дэвид хочет, чтобы Сниферс показала, что чует в кустах птицу. Через пару месяцев этот щенок будет бегать с высоко поднятой головой и искать птиц, так как поймет, в чем заключается его предназначение. Хорошо, мы только что прошли мимо птицы в 25 метрах отсюда, и щенок ее не почуял. Поэтому мы сейчас подойдем немного поближе. Одни щенки сразу замирают, почуяв птицу, другие все проверяют. Дэвид следит за носом Сниферса. Если она почует запах, ее ноздри расширятся. Теперь она почуяла птицу. Она решает к ней подбежать. Она не знает, где птица. Она улетает. Сниферс смотрит, как ее новый маленький друг улетает. Держи ее, Меган. Сниферс изучает птиц. Так, каков вердикт? Годится ли нюх Сниферс для этой работы? Как только птица взлетела, Сниферс поняла, что дичь ушла, поэтому она проследила за этим голубем, что от нее и требовалось. И для первого раза я бы сказал, что она показала себя просто великолепно. Молодец, умница. Сниферс на пути к превращению в великолепную охотничью собаку. Но в первую очередь она навсегда останется преданным другом Меган. Пора идти. Любящее сердце и пытливый ум выделяют бретонов среди других пород. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ